Набережные Челны 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 потому что дети получают общее образование. А нам важно, чтобы дети развивались именно в направлении инженерного. А для этого те точные науки, которые назвал, они очень важны. Поэтому мы совместно с КАИ пришли к согласию, что нужно нам подумать о том, чтобы создать такой инженерный класс. И сегодня уже 120 ребят будут учиться в инженерном классе. Первые инженерные два класса, это 60 человек. Ребята действительно сильно поменялись. Александр Михайлович, уже известна дата, по случаю которой будет празднование главного повода на КАМАЗе 50-летия. Это пятница 13 декабря. Вот выбор этой даты никак не смутил? Вы знаете, мы сначала даже не задумались, что это пятница, 13 число, конкретный день рождения. А то, что это пятница 13, значит в праздник добавим немножко чертащинки. А что ждет нас в этот день? В этот день предполагается праздничное мероприятие, предполагается приезд высоких гостей. Понятно, что митинг с трудовым коллективом. Ну, будут некие сюрпризы, о которых рассказывать не будем. Будет вечерняя программа, потому что это же предневогодний как раз период. С утра и до вечера нам будет чем порадовать и удивить наших работников и жителей нашего города. Александр Михайлович, не случайно мы пригласили вас в гости именно сегодня. Ведь сегодня в нашей программе премьера рубрики, посвященная истории КАМАЗа и людям, которые принимали участие в становлении этого предприятия. Вот что лично вас зацепило в истории КАМАЗа и произвело наибольшее впечатление? Если можно, я назову несколько фактов. Два-три, которого действительно впечатляют. Ну, мы все знаем о том, что на КАМАЗе производился автомобиль АК. Надо признать, что первый автомобиль был легковой автомобиль. Даже их два было. КАМА и Мишка, который был сконструировал в нашем научно-техническом центре. В то время руководил им барон Владимир Наумович. Но, видимо, тогда задача стала более серьезной. Грузовые автомобили, страна нуждалась в больших грузовиках. Но эти автомобили были делены на КАМАЗе. АК появилось уже позже. Мы могли себе позволить такие юбилейные небольшие автомобили, 150-тысячный, 350-тысячный, 500-тысячный, дарить победителям соцсоревнований. Приезжал водитель и получал автомобиль. Вот, например, 150-тысячный автомобиль уехал в город Абакан, Красноярского края, потому что они тогда стали победителем соцсоревнований. Это было 1 апреля 80-го года. Вот такой факт интересный. Самые передовые новые технологии, которые используют строители, применялись на КАМАЗе. Например, новые технологии забивки сваи. Мы знаем, какие здесь грунты, подземные воды, карстовые пустоты, сваи. Новые технологии используются у нас. Или изготовление кровли. То есть крыша полностью собиралась на земле, а потом с помощью специальных устройств поднималась наверх, опускалась на здание, и это была готовая кровля. Это была уникальная технология, которая не использовалась до этого нигде. И поэтому не отпраздновать юбилейную дату, а 50 лет у нас является юбилейной датой, было бы совсем неправильно. Таких предприятий по России, в общем-то, практически нет сегодня. Да, Александр Михайлович, очень много интересных фактов. Нам же еще узнавать и узнавать, и юбилей для этого прекрасный повод. Спасибо большое за ваши истории. Спасибо.